Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами изучение второго послания апостола Павла Коринфянам на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим восьмую главу. Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной Церковью Македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбычествует в богатстве и радуши. Ибо они доброходны по силам и сверх сил я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только чего мы надеялись, но они отдали самих себя. Во-первых, Господу, потом и нам, по воле Божией. Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил и у вас это доброе дело. «А как вы изобилуете всем веру и слово, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашу к нам, так изобилуете и сею добродетелю». «Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою. Я даю на это советы, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года». Вот такие вот важные десять стихов, которые мы с вами читаем и услышали. Апостол Павел побуждает Коринфскую церковь к пожертвованию. К пожертвованию. Тогда пожертвования собирались со всех церквей, которые основывали те или иные апостолы, и все приносились в Иерусалим. Иерусалим, эта Иерусалимская община была как своеобразный, ну, если хотите, что ли, миссионерский фонд. Действительно, там, в Иерусалиме, все пожертвования, которые собирали тогда, они затем распределялись уже для миссионерских путешествий в другие какие-то регионы того древнего мира с одной только целью, чтобы помочь тем апостолам и их ученикам добраться до определенного места, как-то там обосноваться, что-то, чем-то питаться, и для того, чтобы какое-то время проживать в определенном месте, куда они шли, в определенный город, и проповедовать Слово Божие. Более того, надо сказать, что как тогда, так и сегодня проезд или там, да, какое-то, снять какое-то жилье, все это, за это нужно было платить. И все это рассчитывали, кому какие суммы примерные должны были быть распределены на то или иное миссионерское путешествие. Это очень правильно, разумно и умно, потому что мы видим, к этому апостол Павел призывает, и потому по той причине, даже вот я как-то об этом уже говорил, известно, что апостол Андрей первозванный, а имя этого апостола для меня очень важно, это мой святой, известно, что когда был открыт уже шелковый путь, то они, апостол Андрей мог дойти по многим таким уже, даже таким не только предположениям, но и фактическим материалам, которые есть, исторические материалы, до, чуть ли не до Урала. Почему? Как это у него получилось? Многие говорят, как это может быть, когда в этих лесах тут жили дикие люди, и вон там только под городом Мценском, известно, там жили и людоеды, которые съели одного из учеников Киево-Печерской лавры, это уже когда, это уже в более поздние времена, XII век, да, кукшу известного Иоанна Инока, как можно было добраться до Урала через все эти дебри. Надо сказать, что главные пути тогда были реки, и все передвижения совершались именно по рекам. А когда был открыт Великий Шелковый путь, то по нему перевозили дорогостоящие товары, то есть шелк, который был, ну вот, в общем-то, очень дорогой материал, и не каждому по карману, и другие золотые украшения. И представьте себе, когда идет такой караван, то, в общем-то, он охраняется достаточно большим отрядом, и не только большим, но и, как бы сегодня назвали бы, спецназом, то есть который умеет правильно владеть оружием, занимать оборону, там, атаковать и прочие вещи. То есть войны, которые были специалисты своего дела. И вот апостолы, когда они предпринимали путешествия в какие-то труднодоступные и опасные места, они, чтобы сохранить свою жизнь для проповеди Евангелия, они прилеплялись именно к таким караванам. Но такие караваны, чтобы к нему прилепиться и путешествовать вместе с ним, то нужно было заплатить немалую цену. Поэтому все это предусматривалось, и апостол Павел, мы видим, что он побуждает Каримскую церковь, которая была создана им полтора года, была небедная далеко, полтора года апостол Павел там проповедовал Слово Божие, и теперь он их побуждает к этому. Но видите как, он не говорит, что я вам предписываю там десятину ветхого завета или что-то еще. Он говорит, хочу, чтобы это было у вас от доброго сердца, чтобы вы доброхотно этому служили. И употребляет это слово доброхотно. И далее он так и скажет, доброхотно дающего любит Бог. А что значит доброхотно? Это слово, что оно означает? То есть с добрым желанием, с добрым хотением. Не так как бы дать, а потом сожалеть и скорбеть об этом. Ой, что-то я слишком много там пожертвовал. Но он им всячески растолковывает и приводит здесь в пример самого Спасителя. Он говорит, что он обнищал ради нас. То есть имею славу у Бога Отца, сделался человеком, то есть принял всю человеческую природу, кроме греха, то есть всю человеческую нищету. Святитель Иоанн Златоуст пишет по этому поводу. На первые два стиха, цитата, «Скорбь и притом столь тяжелейшая не только не породила в них печали, но еще стала для них причиной веселья». Апостол говорит это, чтобы научить коринфянам быть мужественными и непоколебимыми в искушениях. И вот то, что касается, ибо они доброхотны по силам и сверх сил, то есть он приводит коринфянам македонск, а македоняне были намного беднее. Но он приводит их в пример коринфянам, которые были намного богаче. Но это все равно, что сравнить, например, достаток города Москвы и какого-нибудь там деревня, где-нибудь на севере или в Сибири, где действительно доходы у людей не такие большие, потому что нет возможности такого заработка. И вот Македония и коринф, а коринф, как мы помним, он был гордым, но, пожалуй, только Афины, может быть, немножко были побогаче. Коринф был очень богатый город, потому что этот город был большой миграцией, помните, там это Перешеек, 6,5 километров, где корабли подходили, там была изобретена первая железная дорога, и корабли подходили со стороны Ионического моря, а здесь другие корабли со стороны Игейского. И вот товары перевозили туда-сюда, а коринфы, они, по сути, были посредниками между этими караванами. И, естественно, посредничество было такое очень выгодное. Апостол Павел говорит, что то ли дело македоняне, то ли дело вы, поэтому он так и пишет в 3 стихе, «Ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель». Вот свидетель Иоанн Златоуст пишет по этому поводу следующее, усердная бедность. Цитата. Смысл его слов таков, «Нищета не только не воспрепятствовала им быть щедрыми, но еще и стала причиной преизобилия, подобно тому, как скорбь причиной радости. Чем беднее они были, тем щедрее становились и усерднее подавали». Конец цитата. Вот последнее предложение очень важно, у него я хотел бы даже обратить внимание, где сказано, «Чем беднее они были, тем щедрее становились и усерднее подавали». Замечено не только мной, занимаясь там просветительским, миссионерским служением, но и другими, более старше меня миссионерами, когда мы иногда собираемся, редко, но бывает вместе. Почему редко? Потому что все в разъездах и в своих делах. И когда мы общаемся друг с другом, и заходит речь о том, что «Ну вот я поехал там, мне там вот помогли эти, а я поехал туда, мне там приглашающая страна немного оплатила, ну еще и общину там собрали, помогли». И замечено то, что люди чем беднее, тем они больше жертвуют, а чем люди богаче, тем они жаднее. Вот мы это как-то так между собой вывели такую аксиому, действительно такое есть. Конечно, нельзя сказать о всех, но такой фактор есть. То есть наши вот прихожане, обычные прихожанки, которые там не занимаются никаким бизнесом, живут там на какие-то заработки, может даже средства некоторых, может даже на пенсию, они более доброхотно стараются по мере своих сил жертвовать постоянно и помогать в деле просвещения, в деле миссии. В четвертом стихе апостол Павел пишет, «Они весьма убедительно просили нас принять дар». Мы видим, что он не говорит, что они нам просто давали, мы принимали, они даже просили. По-видимому, там были какие-то большие средства, апостол Павел их, может быть, даже немножко так придерживал, сказал, «Ну, этого вполне достаточно, больше не надо, вот этой частью мы возьмем, это не надо». Поэтому и пишется, что они просили нас принять дар и участие в их служении святым. То есть, кого здесь апостол Павел называет святыми? Тех людей, которые сами через покаяние призывают людей к покаянию. По сути, надо задаться таким вопросом, «А кто такой святой?» А святой человек — это кающийся грешник. И вот это нужно запомнить. Человек именно. Святой, как безгрешный, принадлежит этот титул, если хотите, принадлежит только Богу. Он един свят, един Господь Иисус Христос, во слава Бога, Отца Аминь. Только он свят, троица святая, единосущная и нераздельная. Всякий же человек грешен. Поэтому кто такой святой? Это кающийся грешник, человек, который, как пишет апостол Павел, «забывая прежнее, простирается вперед». То есть, раскаиваясь в своих грехах, идет, продвигается дальше в Боге и с Богом, дабы достичь того состояния, к которому призван каждый христианин, состояние о Божии. И не только пишет, чего мы надеялись, но и отдали самих себя. Во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Что значит «отдали самих себя»? Эти слова означают также и то, что они служили, если у них не было каких-то средств, то они служили своими делами. То есть, помогали как-то апостолам. И он спрашивает, ну, а как они могли помочь? По-разному. Кто-то, может быть, взял и постирал одежду апостолов, в которой они ходили и путешествовали. Кто-то там имел, может быть, какое-то ворчевание, увидел, что все ноги апостола избили, а те камни-то в сандалиях ходили. И как-то там приходил и делал перевязки, там, больной ноге, например, апостола Павла. Кто-то, может быть, говорил о том, что они заняты пробовать, и давайте мы приготовим еду и покормим их им даже, и поесть-то некогда. Кто-то, может быть, даже сходил там за какой-то свежей ключевой водой и принес хорошей воды и лектору поставил, когда приехал человек с отыщетной лекцией, поставил бутылку нормальной свежей воды и налил в чашку. И сказано, кто напоит одного хотя бы чашкой холодной воды из апостолов-проповедников, кто-то не потеряет славу Божию. Поэтому все по мере своих сил. Ну вот, например, Феодорик Кирский замечает, что в этих словах и не только это, но и средствами, он говорит, помогали. Вот он пишет. Под словами, не только то, чего мы надеялись, апостол имеет в виду не только лишь произволение, но и количество денег. Так и пишет. То есть количество средств, которыми они могли помочь. на дело просвещения. Вот это очень важный, кстати, вопрос и на дело миссионерства, потому что у нас сегодня идут серьезные пожертвования на строительство, например, храмов, на золочение куполов, на золочение киотов, на украшение алтаря. Надо ли это делать? Несомненно. Наши храмы, они должны быть красивыми, как указано в Священном Писании. Когда есть Дом Божий в запустении, то выбежите всякие к своему Дому, а Дом Божий в запустении. Такого, конечно, недопустимо и быть не должно. Но есть и тоже немаловажное служение, которое нуждается, вот о чем апостол Павел здесь и пишет, в средствах и поддержке. Это служение образования, просвещения и миссионерского служения. И редко кто как-то бывает, обращает на это серьезное внимание, к сожалению. Ну, вот я, например, знаю, что все мы уже полюбили наш интернет-портал xget.ru, где действительно, как вот такая уже, ее многие люди, я встречался, они говорят, это такая энциклопедия, где можно по тому или иному вопросу найти видео, посмотреть нескольких лекторов. Ну, вот я знаю, что тот человек, который все это сделал, ему так, когда он тоже собирался сделать очередное пожертвование на какой-то храм, то ему так подсказали, он спросил, а что же еще позолотить, то ему сказали, что может быть, вот не хотели бы вы сделать пожертвование на такой вот образовательный канал, где бы действительно все священное писание не столковывались. И он эти слова воспринял, да, и вот по доброхотству своему, по такому своему произволению было организовано его средство, вот этот интернет-портал xget.ru. И скажите мне, что от него мало пользы, я считаю, что очень много, и для многих. Итак, свидетель Анзелтаус также пишет по этому поводу смирение и мудрость. Цитата. «Смотри же, как и здесь словами «они отдали самих себя Господу», апостол показывает их рвение. Они не покорились отчасти Богу, а отчасти миру, но все, и самих себя всецело предали Богу. Ибо, совершая дела милосердия, они не возносились, но творили милостыну с великим смиреномудрым, великим послушанием, великой почтительностью, великим любомудрым». Конец цитаты. Далее апостол Павел снова упоминает Тита, о котором мы уже говорили в предыдущей главе, епископа Крита, обращенного из язычников. По сути, апостол Тита из 70-ти, епископ Крита, это духовный плод апостола Павла, то есть в своем миссионерском путешествии апостол Павел обратил проповеди Евангелия Тита из язычников, и он стал его верным последователем. через которого, как мы видим, он здесь дает поручение, отправляя его в Каринфскую церковь. Как вот пишет об этом опять же святитель Анзлатоуст, цитата, «Павел отправил Тита в Каринф, чтобы он внушил Каринфинам необходимость подражать македонянам в деле милосердия, ведь присутствие среди них столь возлюбленного ученика стало бы, вне сомнение, наилучшим ободрением для них». И вот то, о чем я говорил, восьмой стих, говорит апостол Павел, говорю, это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренности вашей любви. Очень мягко апостол Павел, чтобы, вот, почему он так это делает? А потому, что он не хочет, чтобы люди поняли, что якобы, как он и в прошлом, предшествующей в седьмой главе об этом говорил, что не ради корысти, то есть он хочет им сказать, что мы служим не ради, мы служим ради Иисуса, а не ради хлеба куса. Ну, так как мы люди, нам тоже необходимы средства, чтобы передвигаться, что-то есть, во что-то одеться, купить на что-то, если говорить о современности, там, книги, и прочие программы, там, да. Поэтому он очень мягко и аккуратно об этом говорит, чтобы здесь не подумали бы в Коринфине, что апостол Павел строит на деле проповеди Евангелия какой-то бизнес. Конечно, это недопустимо, когда иногда мы видим в наших, скажем, каких-то на интернет-порталах, где идет проповедь Евангелие, и где лектор, который сидит по его лицу, пробегает там строка счета из Бирбанка, он проповедует Евангелие, знаете, ну, это выглядит некрасиво. Можно ли попросить? Ну, конечно, сказано, что просить не воровать, да, но надо делать, ну, как-то это хотя бы так, чтобы это выглядело эстетично, ну, сделали что-то вы такое, там, или действительно нужны средства, ну, не навязчиво и не назойли, вот как делает это апостол Павел, то есть, вы идите где-то, скажите, если есть у вас возможность и какая-то вот такая, ну, помогите нас, просим вас о вашем милосердии. Поэтому здесь апостол так и пишет, говорю, это не в виде повеления, но усердием других, испытывая искренность и вашу любовь. Смотри, пишет Анна Златоуст, как он постоянно снисходительным к ним, не обременяет их и не принуждает силою, но скорее старается, чтобы его в словах не было обременения и принуждения. Ава Евраги пишет об этом, о милосердии, ничто так не уподобляет человека Богу, как благотворение. Святитель Григорий Богослов, у Бога милость взвешивается милостью, милости Божьей ищи себе милостями к ближним. Конец цитаты. Святитель Анна Златоуст, не бедные имеют нужду в богатых, а богатые в бедных. Преподобный Серафим Саровский, сотворите милостину, и милостиня сотворит вам много добра. Вот преподобный Ефрем Сирен даже пишет так, цитата, «Во второго пришествия Христова будут написаны все грехи наши, и только милостиня наша изгладит вины наши, написанные в книгах тех». И далее апостол в 9-м и 15-м стихе пишет следующее, 9-й и 10-й мы уже прочитали, 11-й, «Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполоно было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет». «Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток во исполнение их недостатка, а после их избыток во исполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность». Два раза повторяет апостол Павел это слово. Как написано, «Кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка». Здесь апостол Павел напоминает книгу «Исход», когда народ израильский шел по пустыне, то им давалось манно-небесное. Некоторые себе набирали больше, но все это то, что сверхмеры они набирали, все это у них сгнивало и пропадало, и никак они не могли это употребить. Поэтому апостол здесь напоминает это событие, говорит, «Кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка». «Благодарение Богу, вложившему в сердца Титова такое усердие к вам, ибо хотя я и просил его, впрочем, он был очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквах, похваляемое за благоествование». Мы видим, что апостол здесь посылает Тита и говорит также и брата некого. Некоторые говорят о том, что толкователи, что это был Аполлос, другие говорят, что, возможно, здесь этим человеком был и Варнава. Для сбора пожертвований, как мы видим, тоже выделяются особые люди и даже говорится о том, чтобы они были при том избранного, говорит, от церквей, сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим по слову самого Господа в соответствии вашему усердию. То есть избираются и определенные люди. Почему? И к ним даже предъявляется в некой мере, мы видим, как требование пресвитеров. А пресвитер, там, одно из требований пресвитеру, это чтобы был не сребролюбив, дабы ему самому не повредиться от этого. Вот что пишет по этому поводу также и Амросий Медиаланский. Христос, да, обнищал ради нас, но это будет уже впоследствии в этом тексте, в духовном же плане, но остается богат по божеству, явив богатство. Для Бога важны не богатство и бездность сами по себе, а дела нашей веры или неверия, это пишет блаженный Августин. По Иову человек приходит в жизнь и уходит из нее, вот как мы уже говорили, нагим, то есть нищим, и употребление, и уподобление Христу должно начинаться с отказа от земных, каких-то не прилепляться к земным удовольствиям. И далее продолжает здесь апостол Павел говорит, мы послали к ним и брата нашего, вот здесь уже говорится, как многие говорят о Варнаве, который усердие много раз испытали во многом и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Что касается Датита, то это мой товарищ и сотрудник у вас, а что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христова. Итак, вот эти слова, конечно же, нужно к ним вернуться, ибо Христос обнищал ради нас, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетой. Восемидиоланский также пишет, в обнищании Христа, цитата, говорит, в связи с тем, что Бог удостоил родить человека, унизив тем самым свое величие, чтобы придать человекам божественность божественного, ибо, как говорит апостол Петр, дабы вы соделались участниками божественного естества. Человеком, следовательно, он был сделан для того, чтобы принять человека в Бога, чтобы принять человека в Бога, то есть принять человеческую природу и ее обожить. Как написано, я сказал, вы Боги и сыны Всевышнего, все вы, Псалом 81, стих 6. И вот есть интереснейший конец стат рассуждения Блаженного Августина, который отчасти я зачитал, но вот хотелось бы зачитать его полностью. Вот он пишет. Послушай немного о богатствах в ответ на следующий вопрос в твоем послании. Он обращает это к своему собеседнику. Ты написал, что некоторые говорят, будто богатый человек, продолжающий жить богатств, не может войти в Царствие Небесное, покуда не продаст своего имения, и что нет такому пользы от исполнения заповедей, пока он держит за свое богатство. Однако, такие доводы не считаются с нашими праотцами, Авраамом, Исааком и Иаковом, которые давно уже ушли из этой жизни, ведь все они имели немалое состояние, как о том вернейшим образом свидетельствует Писание. Но тот, то есть Бог, кто, будучи богат, обнищал ради нас, возвестил нам в вернейшем обетовании, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. Матфея 8, 11. Не над ними, не без них, а именно с ними, то есть с этими богатыми людьми. Верно, пишет дальше блаженный Августин, надменный богач, облачившийся в пурпуровый сон, вкушавший за дня в день изысканные блюда, умер и попал в муке ада. Тем не менее, если бы он проявил милость к бедняку, который, покрытый язвами, лежал у него дверей и подвергался презрению, то заслужил бы себе милости. Но и если бы заслуга бедняка была его бедность, а неправедность, его точно не отнесли бы ангелы Налона Авраама, который сам в этой жизни был богат. И вот как он заключает. Все это имело целью показать нам, что не сама по себе бедность имеет ценность перед Богом, и не богатство само по себе осуждается, но что набожность одного и безбожия другого имеет различные следствия. Конец цитаты. Очень красивые и цитаты, которые оставляют вот такие вот точки над им. Блажен Августин говорит, не само по себе богатство осуждает человека и ведет его в ад, потому как он приводит пример Авраама, Исаака и Акова, которые были достаточно богатыми, они были патриархи Ветхого Завета. Но и бедность сама по себе не означает, что этот человек уже праведно попадает сразу в Царствие Божие. Так Блажен Августин заключает. Все это имело цель показать, что не сама по себе бедность или имеет ценность перед Богом и не богатство само по себе осуждается. Ну что же? Ну что набожность одного и безбожие другого имеет различные следствия. То есть Бог смотрит не на социальное положение человека, а на то, насколько человек прилепился к нему верой и любовью к Богу. Итак, послание, такая глава, которая снова и снова говорит о важности помощи людям, которые занимаются миссионерским и процветительским служением, помощи в их деле материальными средствами, но, как пишет апостол Павел, не принуждает никого ни к чему, не дает каких-то повелений, но, в общем-то, и человек, который дает неохотно, вряд ли он получит какой-либо пользы. А тот человек, который, может быть, и делает какие-то пожертвования на дело просвещения и на миссионерское служение, но видит, что не жил из себя еще страсти и крестолюбия и жадности, но, тем не менее, если он, давая это, говорит, Господи, мы, рабы, ничего не стоящие, сделали, что должны сделать, и старается бороться с этим состоянием, творя дела милосердия, то, как здесь утверждается и дается это понимание в истории из Богача и Лазаря, то такое милосердие Богом, конечно же, принимается. человек ищет ищет пути исправления своего внутреннего состояния. Вот, пожалуй, на этом мы и завершим сегодня истолкование, насколько это было возможно, 8 главы 2 послания апостола Павла Каринфина. Истолкова.